Тут нет нормальной подсветки, хотя это Razer. Всем привет, с вами Сняк и это обзор на клавиатуру Razer Hansman V2 Analog. Как говорят, этой клавиатуре аналогов нет. И все те, кто впервые на канале, не забываем нажимать кнопочку подписаться. Ставим лайк этому видео, а также пишем комментарии снизу. Какую бы еще игровую бы технику хотели бы увидеть на моем канале. И также напишите, что вы думаете об этой клавиатуре и какой клавиатурой пользуешься ты. В свое время я делал обзор на клавиатуру Corsair K100. И мне она очень понравилась, было сказано очень много всего позитивного. Было сказано хорошего про эти кнопки боковые, которые там настраиваются. Можно было макросы настраивать или, допустим, для стрима какие-то фишки выводились. Потом меня это начало надоедать. Мне вот именно эти кнопки, я их постоянно задевал. Или у меня бинт какой-то стоял, это активировалось или что-то еще. В конце концов я решил просто поменять эту клавиатуру. Она была хорошая, мне она понравилась, но пришло время другой клавиатуры. Был выбор у меня насчет двух клавиатур. Это SteelSeries Apex Pro и Razer Huntsman V2, именно аналог. Потому что клавиатура Razer Huntsman V2 поставляется как и с простыми механическими, черрич свечами, красные, коричневые и тому подобное. Также у них есть аналоговые свечи. И вот это именно фишка этой клавиатуры, аналоговые свечи. Если вы не знаете о чем идет речь, что за аналоговые свечи, мы позже обсудим. А пока что мы возьмем именно клавиатуру, как она поставлялась и расскажем, что шло в комплекте, как она выглядит, мои первые эмоции и тому подобное. Клавиатура Razer Huntsman V2 это скелетон. Многим это не нравится, потому что скелетон уже устарел, хочется чего-то другого, чего-то нового. Но скажу, как тот, кто любит держать свою технику в чистоте. Я каждую неделю все протираю, все чищу, мышечку, кнопочки. И клавиатура в виде скелетон чистится намного лучше, потому что ты удобнее подбираешься ко всем кнопкам, ко всем клавишам, тебе легче это все протереть и клавиатура у тебя выглядит всегда чисто. Что не скажешь о других клавиатурах, которые более закрытые и там ты уже нормально не почистишь. Тебе надо брать пылесос, вытаскивать кнопки в случае, когда ты не можешь нормально добраться. Лично мне скелетон не противен, поэтому, как говорится, на вкус и цвет. На самой клавиатуре отсутствует бренд Razer. Когда ты ее видишь со стороны, ты даже не знаешь, что это за клавиатура. Razer это SteelSeries или что это такое? Лично я брал не TKL-версию, мне нужен numpad, я привык к нему. Много, много что я ввожу именно цифрами, поэтому мне удобнее, когда numpad есть. Потому что у меня раньше была клавиатура от компании Logitech, и там она была TKL-SK, в которой нету numpad. Она была прикольная, но мне всегда не хватало вот этого numpad. Я вот именно привык к нему. Поэтому брал я именно большую полноценную клавиатуру со всеми кнопочками. Кнопки расположены идеально, все четко, по граням. Ничего вровень не выпирает, все стоит четко. Есть пару кнопочек, это регулировка громкости. На эту кнопочку ты можешь также нажать и мутится полностью звук. Также есть кнопки мультимедиа, это play, следующий трек, предыдущий трек. За все время использования клавиатуры я эти кнопки ни разу не использовал. Из всех этих кнопок именно я пользовался только регулировкой звука. И то, теперь на наушниках, которые у меня четко регулируют звук, и кому интересно, что у меня за наушники, это SteelSeries Artis Nova Pro Wireless. Да, я выговорил это название, и ссылочка на видео будет здесь. Из самой клавиатуры идет толстая оплетки два провода. Это один, чтобы подпитать саму клавиатуру, и второй провод для дополнительного USB-входа на самой клавиатуре. Сбоку есть USB-вход, ты можешь вставлять флешку или что-нибудь еще. Я люблю, когда это делают в клавиатурах, потому что тебе не надо тянуться к самому корпусу компьютера. У тебя это рядом, у тебя как будто бы это хаб. У меня уже есть один хаб, это держатель для наушников от компании Razer. Там есть два USB-входа, плюс третий есть в самой клавиатуре. Поэтому мне, чтобы вставить флешку, не надо лезть к самому корпусу. Один провод идет USB Type-C, который подпитывает саму клавиатуру. Второй же USB Type-A, который находится сбоку клавиатуры, чтобы вставлять флешки. Также идет в комплекте переходник с USB Type-C на USB Type-A. Это в случаях, если вдруг у вас на компьютере нету коннекторов USB Type-C, потому что много компьютеров есть, которые собирались в 2020 году, у которых нету этих коннекторов, даже есть варианты, когда в 2021 собирались компы без USB Type-C. Я лично в 2021 собирал себе компьютер, и у меня, по-моему, целых три штуки есть. Поэтому насчет этого у меня проблем нету, я спокойно Type-C вставил и пользуюсь. Но я знаю такие случаи, что если ты подключаешь через переходник и вставляешь, допустим, в USB 2.0, то программа Razer Synapse иногда ругается. Пора бы вам уже обновлять коннекторы, вы слишком старенькие у вас. Поэтому, да, такие варианты есть. У меня клавиатура ни разу не ругалась, всегда работала четко, без каких-либо проблем. Также в комплекте есть подставка под ладонь. И вернемся назад, когда я делал обзор на клавиатуру Corsair K100. Там она также была. Мне она очень понравилась. Она очень мягкая, очень приятная. Я еще тогда говорил, что, блин, Corsair это одна из компаний, которые делают ее мягкую. Потому что у всех это или пластик, или soft-touch пластик. В принципе, они твердые. И на Corsair эта подставка под ладонь была очень четкая. И я всегда ей пользовался. И нареканий не было. Здесь тоже мягкая подставка. Ты ее подключаешь. Да, именно подключаешь. Сейчас я расскажу. Подключаешь к самой клавиатуре. Ставишь ладонь. Все мягко, все четко. Проходит буквально 5 минут. Мягкость полностью пропадает. Такое ощущение, что ты на пластмассовой подставке под ладонь. Как бы она мягкая. Никаких проблем нету. Кож зам, все дела. Но ставишь ладонь. Начинаешь играть. Заходишь в катку. Примерно пару минут. Ну, у меня это занимает примерно минут 5. Все. Мягкость я вообще не ощущаю. На Corsair K100 такой проблемы не было. Туда ставишь ладонь. Там мягко. Такое ощущение, что играешь на какой-то подушке. Было приятно. Тут же 5 минут. Вот эта мягкость куда-то испаряется. И такое ощущение, что ты держишь ладонь на простой пластиковой подставке под ладонь. Ты подключаешь саму подставку. Она магнитится к самой клавиатуре. Там есть база коннекторов. На самой подставке есть коннекторы. И они соединяются. И подставочка начинает светиться. По ободочку подставки есть такая ледовая лента, которая светится так же самая, как и светится у тебя клавиатура. Ты можешь настроить подсветку, как и на любой клавиатуре. Будь то радугостатичный цвет. Ты это все сделать сможешь в программе Razer Synapse. Любая техника Razer славится своей хромоподсветкой. Всегда все ярко, всегда все сочно, всегда все переливается разными цветами, настраиваемое, как ты хочешь. У меня стоит клавиатура, Razer мышка, потом подставка Razer под наушники, у которой тоже есть подсветка. И также зарядка для мышки, у которой тоже снизу есть подсветка. И у меня вот этот цвет, он везде переливается, все четко, все классно. Razer сделала дурацкие кейкапы. Они практически не пропускают свет. Если ты подключаешь подставку под ладонь, она светит ярко. Но сама клавиатура светит до ужаса тускло. Я практически не мог разобрать иногда, какие буквы подсвечиваются. У них сплав этих кейкапов очень не пропускает свет. Она очень тусклая. Две вещи, которые ярко светят, это колесико регулировки громкости и сама подставка. Они светят очень ярко. Все остальное не светит нифига. А техника Razer, подсветка, тут ее нет. Поэтому ради этого я купил себе другие кейкапы. Кому интересно, напишите снизу в комментариях. Я вам скину ссылочку на те кейкапы, которые использую я. Поэтому мне пришлось полностью все кейкапы снять, одеть другие. И тогда клавиатура заиграла другими красками. Да, теперь они намного интереснее выглядят. Они светят ярче. И вид у клавиатуры совсем другой. Я не понимаю, Razer, почему вы не могли сразу поставить нормальные кейкапы? Я знаю насчет этих кейкапов. Есть еще проблемы с русской локализацией. Кнопка, которая сразу напечатана, она просвечивает свет. Вот эти все кнопки, они готовы. И они отсылаются в разные места на локализацию. Допустим, в России они просто печатают наверх русскую кириллицу. И она не подсвечивается. И за счет того, что ты сидишь за клавиатурой, к примеру, в темное время суток, ты хочешь что-то написать на клавиатуре, и ты не видишь русских букв. У тебя ночью подсвечиваются только английские буквы. Вот это косяк, конечно. Но так как у меня и так нет русских букв, я печатаю, в принципе, по памяти, где это все находится. Я к этому уже привык. И поэтому насчет этого для меня не минус, но вообще это минус. Аналоговые свечи. Наконец-то мы до вас добрались. Ну так вот, клавиатура Razer Hansmann V2 Analog славится именно своими аналоговыми свечами. Ты печатаешь все, звучит четко, как на механике. Но такой вот не смазанной механике. Потому что сами механизмы нажатия, они не смазаны, и ты это моментально чувствуешь. Когда ты нажимаешь на кнопку, она тяжело нажимается, зато потом легко прожимается, и под конец опять такое вот сопротивление у тебя есть. Почему я говорил, что у этой клавиатуры аналогов нет? Потому что они там как бы есть, именно в самих кнопках. Это как аналоги на геймпаде. Ты можешь любую кнопку настроить на нажатие, как она будет срабатывать. Так же самое ты можешь на любую кнопку сделать два действия. К примеру, если у тебя на букву Г граната, то ты можешь выставить так, что при легком нажатии у тебя персонаж достает гранату, и при сильном нажатии он ее кидает. Теперь не будет вариантов, что ты просто нажал Г и у тебя выкинул гранату. Ты легко нажал кнопочку, у тебя граната взялась, дожал ее до конца, он ее кинул. Так же ты можешь выставить силу нажатия. Когда тебе надо в играх чуть-чуть начать идти, а не начать бежать, как это ты делаешь, допустим, на консолях. Ты немножечко начинаешь отводить аналог, и у тебя персонаж начинает легкой походкой идти вперед. На клавиатуре ты это сделать не можешь. Ты нажимаешь кнопку, у тебя полный газ. Плюс V, как говорят. Так же самое и в гоночных играх. Ты нажимаешь, у тебя полный газ, и ты едешь вперед. Тут ты можешь настроить силу нажатия, и при легком нажатии у тебя будет даваться чуть-чуть газа, или персонаж будет начинать чуть-чуть идти вперед. Лично я этой технологией не пользовался, я попробовал вначале, как это работает. Но так как я практически не играю игры на ПК, а играю на консолях, то на консолях у меня есть геймпад, и мне это все сделать и так удобно. На ПК я играю игры только с друзьями, допустим, тот же КСК, Ханшоу Даун и тому подобное. В принципе, там мне эти функции не надо. Я бы мог настроить по поводу гранаты, но я решил не заморачиваться, потому что у меня уже есть свой кейс игры, как я привык, что на эту кнопку у меня то, на эту кнопку у меня присесть, на эту кнопку у меня граната. Я привык к этому, и переучиваться я уже в принципе не хотел. Но я знаю, что если ты привыкаешь, я знаю, что если ты переучился и настроил под себя клавиатуру, как тебе надо, то потом другую клавиатуру использовать ты просто не можешь. Ты привыкаешь к этим функциям. Аналоговые свитчи шикарно работают. Это очень классная вещь. И в моем случае клавиатура Хансман В2 с аналоговыми свитчами не стоила дороже, чем простая без аналоговых. У них была разница всего лишь в 5 евро. Поэтому я решил взять именно аналоговые свитчи, проверить. Да, фишка прикольная. Все классно работает. Но лично я не пользовался. Насчет того, как звучит клавиатура. Клавиатура звучит вот так. И есть один нюанс. Пробел и шифты нереально громкие. Они очень дребезжат, они очень шумят по отношению к другим кнопкам. Другие звучат приятно и кликают, но тихо. Пробел, шифты, дребезжит. Я не знаю, что с этим делать. И в принципе, в моем случае, у меня в спальне стоит компьютер. И когда жена идет спать, а я, допустим, еще играю катку, ну там, доигрываю катку, скажем так, то действие на пробел, а в кэски это часто нажимается, тут прыгнуть, здесь прыгнуть. Звук громкий, жена все время ругается, перестань, блядь, нажимать эту кнопку. Да, она громкая. Ну, в наушниках ты ее, конечно, не слышишь, но окружающим это мешает. Поэтому пробел они могли бы сделать получше. Я знаю, что умельцы делают прокладку, которая убирает этот шум, но я не хотел заморачиваться. Я и так уже заморочился, чтобы поменять все кейкапы, чтобы хотя бы клавиатура светилась. Я ей пользовался с ноября месяца, сейчас у нас июнь, и эта клавиатура едет дальше. Сейчас я хочу взять клавиатуру, на которую я в свое время хотел сделать обзор, а это именно SteelSeries Apex Pro. Да, это спойлеры, и вы знаете, что вас будет ждать дальше. Кстати, сегодня, а эта клавиатура должна прийти ко мне, я ее распакую, отсниму, начну тестировать, и в ближайшие недели, две-три, я думаю, что ждите обзор уже на канале. Кому нужны аналоговые свечи, смело берите. Это непередаваемый экспириенс, кого вы еще в клавиатурах не ощущали. Подсветка, косяк, но также можно заменить все кейкапы, и у вас будет подсветка примерно как у меня. И выглядит она уже намного лучше. Поэтому клавиатура от меня получает свои 7 из 10. Только из-за дребезжащих кнопок, из-за подсветки, из-за подставки под ладонь. Все остальное меня в этой клавиатуре устроило. Поэтому надеюсь, что к концу этому видео вы уже подписались на канал, поставили лайк, написали снизу в комментариях, как вам клавиатура, и какую бы еще игровую технику хотели бы вы увидеть на моем канале. С вами был Снег. До скорых встреч!